А я напоминаю, что было в предыдущей серии. Сначала я рассказала, почему местному автопрому не хватает красок. Машины продаются практически только белого и черного цвета. Потом смутила местную студентку. Вы целовались? Это секрет, нельзя, все. А вмятина-то есть. После чего были ожидаемые последствия. Как вы понимаете, камера временного заключения. Выключаете телевизор, выключаете камеры, все, это никому нельзя говорить. Добро пожаловать в Ташкент. Это жизнь других. Добро пожаловать в Ташкент. Из-за того, что я нахожусь в стране, наверняка знакомой каждому моему зрителю в Узбекистане. Сладкие фрукты, сочные овощи, тюбетейки, теплый климат и, конечно, восточное гостеприимство. Но все это вы и сами знаете. Поэтому давайте я не буду затягивать и сразу перейдем к тому, чего вы не знаете про Узбекистан. Начнем с того, что если бы я сама здесь родилась, то могла бы жить в молодой и современной семье Шохрата и Кульнары. Жила бы в уютном доме и, как здесь принято, планировала бы пятерых детей. А еще я могла бы быть дизайнером, как дельнозом. Я бы шила одежду, шила еще одежду и опять шила одежду. В общем, шила бы и шила. А может, я была бы женой Артура. Тогда я бы сидела дома и занималась хозяйством. А он бы витал в облаках. Ну, в смысле, пропадал бы на работе в огромном депо по ремонту самолетов. Так, ну ладно, давайте уже выйдем в люди, пройдемся по городу и под тем самым стереотипом, который уже вспоминали. Начнем с того, что самый распространенный стереотип о Ташкенте – это жаркий климат. У всех Ташкент ассоциируется с солнечной погодой, тепло, прекрасно. Но тут вообще зимой доходит, вот этой зимой дошло до минус 22, представляете? И дождь сейчас такая, холодрыга, господи! Быстрее, быстрее, быстрее! Прошедшая зима была для нас очень холодной. Выпало много снега, что для Ташкента тоже редкость. Наши патрульные часто выезжали на вызовы для того, чтобы просто помочь людям, которые к такому снегопаду не привыкли. Зимы бывают холодные, но в целом у нас, конечно, теплый климат. А летом температура может подниматься и выше 40. Но когда дождь заканчивается, ветер стихает и выходит солнце, то можно поднять голову и оглянуться вокруг. А вокруг один сплошной колорит. В первую очередь это традиционные узоры и рисунки. Они здесь везде. В одеждах, в украшениях, в посуде, в архитектуре и даже в метро. Передвигаться местные жители в городе предпочитают на личном авто. Но, если что вдруг, то всегда с удовольствием переходит в метро. Прохладно, чисто, уютно, красиво и дешево. Пожалуй, процентов 70 местных имеют собственный автомобиль. Но многие пользуются и общественным транспортом. В день метрополитен Ташкента перевозит примерно 600 тысяч пассажиров. Стоимость проезда – 1400 суммов. Эта цена одинаковая как для метро, так и для автобусов. А для пенсионеров проезд полностью бесплатный. Также для них существует 40% скидки на все авиаперелеты внутри страны. О самых красивых местах, вкусных ресторанах, инсталокациях и главных достопримечательностях Ташкента я узнала благодаря Авиасейлс. Вот даже сейчас я в ресторане, который нашла в приложении. Весь контент в приложении Авиасейлс собран местными жителями, которые делятся секретными местами и полезной информацией о стране. А кроме привычного и понятного транспорта, есть здесь еще один вид перевозок. Тоже платный и тоже общественный. Но существует он исключительно на местных рынках. Рынок очень большой. Овощи в одной стороне, фрукты в другой стороне. Если ты будешь вот это вот все время носить, вот эти вот покупки, сойдешь с ума. Поэтому здесь шикарный сервис, вот человек с тележкой, да? То есть я правильно понимаю? Да, да, да. То есть вы ездите с человеком, да, и он вам сюда складывает сумки и его возит. Да, да. Чаще всего меня заранее вызывают по телефону или на конкретное время заказывают, как такси. Алло, алло, приходите, да? Да, а вы тут можете и человека везти, чтобы он не хотел? Конечно, все здесь. Вещи, покупки, человек, ребенок, старик. Вот только что деда вез. Можно я как дед? Конечно. А сколько это стоит? Для тебя бесплатно. Мне бесплатно? Вот так вот, а вы говорите, да? Ну, поехали тогда. Зарабатывает такой узбекский рикша 200-300 тысяч сумм в день. Все зависит от количества клиентов и дистанции. Дистанции. В общем, все точно как в такси. Только за бензин платить не надо. У вас просто, знаете, столько много надо ходить, а я же, знаете, уже не молодая тоже, знаешь. Ну, еще не как деда. Давайте, садитесь. Сюда. Да, да, да. Не провалится? Нет, нет, нет. Ну, все, адьос, ребят. Куда поедем? Туда. Таких извозчиков хватает на каждом рынке. Ведь услугой часто пользуются не только пожилые люди или женщины, которым тяжело нести сумки, но и мужчины, которые набрали много покупок. Короче говоря, все. Ну, как выглядит местный рынок, вы увидели. В общем-то, так, как и большинство рынков в других странах. Теперь давайте заглянем в местную школу. Забегая наперед, скажу, что она выглядит просто космически. Ну, обо всем по порядку. Начнем со школьных коридоров. Вы готовы? В школу в Ташкенте дети идут с 7 лет и учатся до 18. Чтобы попасть в школу, нужно пройти собеседование. Если проходишь, тебя берут. Здесь и бассейн, и кружки, и красиво, и чисто. Я не понимаю, куда я попала. И мне говорят, что это государственная школа. Столовая, господи, господи. Честно говоря, я просто в шоке. Государственная школа здесь выглядит и оборудована куда лучше, чем многие частные школы в самых богатых странах мира. Но здесь я хочу напомнить, что это столичная школа. И я не могу утверждать, что абсолютно все государственные школы в Узбекистане такие же. Ведь остальные я просто не видела. Но в любом случае, даже если только часть школ такие, а модернизация других только в планах, то узбеки все равно большие молодцы. Так, значит, сейчас обеденный перерыв. Дети приходят в столовую. У них есть карманные деньги. Они могут себе купить. Я вижу, тут букет есть. Всякие шоколадки, газировку. А там обед. Идем посмотрим, что одна обед сегодня у детей. Это у вас с чем пирожки? С яблоком, с бананом, с шоколадом, с малиной и так далее. А что вы еще делаете? Какой у вас обед? А, вот меню есть. Да, пельмени есть. Пельмени есть. Еще плов, суп и бифштекс. Ребята, ну вот, признаюсь вам, понимаете, вот прямо школа шикарная. Ничего не понимаю, конечно. Я бы даже сказала космическое. Ведь здесь, кроме всего прочего, можно даже на звезды посмотреть. О, а что это такое у вас? Это наш школьный планетарий. Да? Да. И что ты знаешь про космос? Ну, типа звезды там, планеты, все такое. То есть ты троечник? Ну, немножко. Ясно, класс. Звезды, типа того, да. Ну, хорошо. А скажи мне, а если у тебя вдруг плохая оценка или плохое поведение, тебя накажут в школе или родители? Да нет, поговорят просто. Скажут, что надо стараться лучше. С моим ритмом жизни и постоянными перелетами проблем с кожей лица не избежать. Чтобы убрать воспаление или покраснение, я использую метрогилгель. Это средство широкого спектра действия, которое борется с ростом бактерий и простейшими, а также способствует снятию воспалений, вызванной ими. У метрогилгеля удобная упаковка, чтобы взять с собой. А главное для меня то, что его можно использовать одновременно с декоративной косметикой. Его можно использовать два раза в день, наносить на кожу утром и вечером. Если кто-то из учеников плохо учится и проседает в каком-то предмете, то учитель начинает заниматься с ним индивидуально, пока не подтянет оценки. Эти занятия тоже полностью бесплатные. А скажи мне, тебе вообще хочется, когда утром просыпаешься, тебе хочется идти в школу? Конечно. Ну подожди, я сейчас оператору, ты любил в школу ходить? Нет. Ты любил ходить в школу? Нет. Ты любил ходить в школу? Нет. Ну, то есть три оператора сказали нет, но они двоечники. Я и все мои друзья любят школу. Конечно, они все любят учиться, но кроме уроков у нас здесь много интересного и всегда есть чем заняться. А какой у тебя любимый урок? Физра. А труды у вас есть? Да, были до девятого класса. Мы там собирали лего, но еще учились ремонтировать всякие штуки покрупнее. Ну что, смотрите, я такого никогда не видела, я думаю, что и вы тоже. Так выглядит разобранный Боинг. Тут просто можно играть в футбол практически. Видите, все полностью разобрали, все будут менять, все будет новое, другое. Понимаешь, вот эти... Ой, я так всегда мечтала, знаешь, как стюардесса. Все, все, будем комплектить, все. Все, ребята, пристегнитесь. Ну что, наверное, подумали, ну ничего себе урок трудов в государственной школе. Я бы, конечно, хотела уже вас добить такими чудесами местного образования, но нет, это шутка. На самом деле я уже совсем в другом месте. В Ташкенте находится самый крупный в Центральной Азии центр по ремонту авиации. Здесь мы чиним и обслуживаем около 200 самолетов в год. Большинство из них – это самолеты мировых производителей. Признаться, где-где, а в Узбекистане я такого, ну, вообще не ожидала встретить. А ведь этот огромный центр работает здесь уже практически 100 лет. Ну вот, понимаете, так как самолет мой практически второй дом, а может уже и первый, я не знаю. Мне так интересно, я первый раз в жизни вижу, как его перекрашивают. Вот, чтобы перекрасить вот такой Боинг, нужно три недели. Представляете, он будет как новенький. Потому что я же люблю летать на новеньких, правильно? Ой, так интересно, ребята! Мы и остальные такие центры, как наш – это главный винтик в системе безопасности полета. В среднем один крупный пассажирский самолет становится на капитальный ремонт раз в 10 лет. А служить может до 20 лет. Потом тоже будет летать, просто уже перевозить не людей, а разные грузы. Такое ТО для большинства самолетов стоит ни много ни мало, а около 300 тысяч долларов. Но для любого пассажира очень важно и интересно будет кое-что другое. Да, но, ребята, самое главное, что мне сказали, что техники, которые летают и возят, вот когда вы летите на самолете, они летают, и они же чинят эти самолеты. То есть как починят, так и полетят. В его же это интересах – хорошо починить самолет. Поэтому летайте, не переживайте спокойно. Ой, какая красота! А, туалет, хорошо, я люблю. О, новый! Практически все специалисты здесь местные. За границу они могут полететь только для повышения квалификации или чтобы научиться ремонтировать какую-то конкретную машину иностранного производства. А основное образование все техники и инженеры получают именно здесь, в Узбекистане. Ну, вспоминая, какая тут была школа, я теперь боюсь представить, какой же здесь университет. Но об этом немного позже. А пока, чтобы вы не подумали, что я снимала все это где-нибудь в Сингапуре, я покажу вам немного местных традиций. Но в них, как я поняла, лучше не погружаться, а то можно утонуть. Да, очень красиво, очень красиво, боже мой. Они не потемнеют, нет, со временем? И вот это какая красота. А, извините, да, тут... Я прошу прощения, я пришла в такое шикарное место и растерялась, забыла, что я на работе, понимаете? Вот такой он, Ташкент, тут тебе самолеты чинят, тут лифты современные делают, а через дорогу красота, которую веками создают. В этом ничего удивительного. Мой сосед, например, вполне может быть айтишником или строить современные самолеты. А я занимаюсь ремеслом, которым занимались мои предки еще 500 лет назад. И нам это никак не мешает дружить и общаться. Разного рода традиционного ремесла в Узбекистане действительно очень много. Здесь можно найти все, начиная от красивых ковров, заканчивая керамикой с потрясающими восточными узорами или резьбой по дереву. И если вы думаете, что это сувениры только для приезжих, то вы сильно ошибаетесь. Подавляющее большинство наших клиентов – это именно местные жители. У нас очень ценится все традиционное. Туристов же среди покупателей не больше 20%. Хочу купить теперь все. Тут еще такие шахматы там я видела. А тюбетейка какая? Мужу сейчас куплю, привезу тюбетейку и потом буду разговаривать. Знаете, как вот это вот? А мне все равно, с какой стороны тюбетейка. Так, ну что, господа, помогайте теперь выбирать. Ой, интересно, надо долго учиться, чтобы это делать? Недолго. 10-15 поколений. Я шучу. Конечно, практически все мастерство ремесленников передается от отца к сыну. Но есть у нас и техникумы, где можно этому учиться. Мало того, разному рукоделию учат еще со школы. Я даже случайно заглянула на такой урок, когда ходила по школьным коридорам. Ой, а это, я так понимаю, я пришла на урок труда. А, ну, не труда, или как это называется? Домоводство. Урок шитья кукол. И вы эти делаете куклы, и потом вы их забираете или сдаете куда-то? Домой забираем. Ты тут научилась шить или дома? Тут. Что вам сказать? Мне бы нравился уроки по куклам. Почему рта нет у нее? Не шила еще, не вышла? Это такой тип кукол. А, такие куклы? Потому что иногда, когда рот закрыт, это даже лучше. Да? Ну, мой муж так говорит. Вообще шитье для Узбекистана не может не быть традиционным занятием. Ведь здесь выращивают, ну, очень много хлопка. Наша страна находится в пятерке мировых лидеров по экспорту хлопка. Точной цифры я вам не скажу, но за год мы собираем миллионы тонн. В центре Ташкента хлопковые поля, само собой, не увидишь. Но зато здесь можно найти фабрику, которая этот хлопок перерабатывает и делает из него пряжу. Однажды площадь Сан-Марко-Венеции затопила так, что она превратилась в бассейн. И любоваться ей не пришлось практически вплать. Почему это я? Приключения в поездках могут быть разными. Но если вы не хотите приключений с отелями, используйте надежный сервис бронирования МТС Тревел. С гарантией заселения и круглосуточной поддержкой. За отели внутри страны вы получите также кэшбэк до 10%. А за границей бесплатный роуминг. Поэтому если вы тоже загорелись посетить Ташкент, можете начать планировать свое путешествие с МТС Тревел. Здесь на фабрике производится 40 тонн пряжи в день, в день. Представляете? О, как интересно. Для того, чтобы сделать 40 тонн пряжи, надо переработать немного больше 50 тонн хлопка. И хоть цифры не маленькие, мы следим за качеством каждого произведенного нами грамма. Для проверки качества существует целая лаборатория. Ну, давайте посмотрим. Лаборантом я давно не была. Здрасте. А что вы делаете? Проверяю, насколько качественно работают машины. А как это вы? Покажите, как вы делаете. Сначала взвешиваем 50 граммов хлопка. А дальше был какой-то то ли кулинарный рецепт, то ли лабораторный опыт. В общем, суть в том, что задача машины вычесать из хлопка все короткие волокна и оставить только длинные. А задача гульнары – перепроверить длину волокон. Надо просто взять кусочек хлопка и раскатать его в 30 сантиметров длиной. Ну, с этим я справлюсь, думаю я. На ощупь, ребят, как будто это ватка. Видишь, как я никогда хлопок не держала. Так, смотрите, значит, берем 50 грамм ватки хлопка. И начинаем его вот так вот вытягивать. Ой, подождите, что-то разорвалось у меня. Так, и подождите, что, как? Как вы вытягиваете его на 30 сантиметров? Ничего не понимаю. Он у меня не... Пластилин катается, а это не катается. Короче говоря, работать на фабрику меня бы точно не взяли. С другой стороны, меня бы не взяли, даже если бы у меня получилось раскатать тот хлопок. Прием на работу на фабрику очень строгий. Человек должен пройти обязательно медицинский осмотр. И если у него хоть чуть-чуть какие-то отклонения, то его, к сожалению, не возьмут. Потому что все-таки тут вот чуть-чуть летает эта пыль. Конечно, находиться здесь очень вредно. Тут работает 500 человек, представляете? Кроме того, что у нас жесткие требования к здоровью работников, само собой у них должно быть и соответствующее образование, желательно высшее. А высшее образование в Узбекистане можно получить как в государственных вузах, так и в частных. Чтобы посмотреть, как же здесь учатся местные студенты, я пришла в университет частный. Да еще и распогодилась как раз. Если вас спросить, в чем разница между государственным и частным университетом, ну, вы скажете, там платят, а там нет. Правильно. А здесь, в Ташкенте, разница еще в том, что в государственном есть форма, а тут нет. Представляете, ну, нельзя только в шортах ходить. Ну, тоже правильно. Вот. И еще огромный плюс, что здесь у тебя лекции начинаются не с 9 утра, а с 11, например. Или вообще когда угодно. Представляете, есть лекции? Пришел, нет лекций? Делай, что хочешь. Ой, мне это нравится идея. Классная идея. Обучение на нашем факультете стоит 49 миллионов сумм в год. Стипендий у нас в Узбекистане вообще не бывает. Но существуют бюджетные места, на которых можно учиться за счет государства. Я пришла в университет, где изучают айти. То есть современные технологии здесь это главное. Поэтому я думала, что будет так. Вот это я понимаю. А оказалось, что вот так. Если студент-айтишник не очень, скажем так, хорошо учится, его садят за шахматы, чтобы он развивался, так сказать. Вот, понимаете? Вот поэтому я и не учусь на этих технологиях. Ну, ладно, ладно, я пошутила. Конечно, здесь есть и то, и другое. И обучаться можно как в реальной реальности, так и в виртуальной реальности. О, вот это я понимаю. Вот тут бы я училась, ребят. А, вот так, пошел. Ага, вот так. Вот так. О, о. Куда ты пошел? Нет, подожди. Что-то... Все не так. Ой, вот это уроки, понимаете? А вы говорите, математика, математика. О, класс. Но в какой бы из реальности вы не учились, делать это здесь надо хорошо. Отчислить из нашего университета могут за драку, за плохую успеваемость или за банальное списывание. С этим у нас строго. Экзамены мы сдаем под камерами. Кроме того, после сдачи наши работы проверяют не только на содержание, но и на плагиат. То есть, если твоя работа похожа на работу кого-то другого, это будет считаться нарушением. А для того, чтобы исключить предвзятость преподавателя, студенты подписывают свои работы не по имени, а по номеру. И проверяющий не знает, кому какой номер принадлежит, а значит, и не знает, чью работу читает. Зарплата у местного преподавателя может доходить до 30 миллионов сумм в месяц. Что по местным меркам очень даже хороший заработок. Ведь, к примеру, средняя зарплата раз в 5 меньше. То есть, разница между классами может быть довольно существенной. Но вот что по этому поводу мне рассказали мои друзья Шухрат и Гульнара, которые живут в довольно хорошем доме и неплохо зарабатывают. Тут, в Ташкенте, я вот вижу, что огромный разрыв по уровню жизни между людьми. Да? То есть, как вот вы сталкиваетесь вот с этим? Как вообще? Или вы живете в своем мире, и вы не знаете, как живут другие люди? Да, действительно, разница между классами у нас заметная, но тут нет какой-то обособленности. Все общаются друг с другом и уважают друг друга. У нас в культуре просто нет этой надменности. Это не принято. Шухрат и Гульнара – молодая семья. Они поженились и переехали в этот дом. И любезно решили мне его показать. Дом у нас небольшой. Три комнаты, зал и кухня. А вы давно живете в этом доме? Нет, чуть меньше года. Но вы купили или построили его? Нам его подарили родители, но весь ремонт и дизайн мы делали сами. Дарить или строить своим детям дом после того, как они поженились – это наша традиция. Все родители так делают. И только старший сын, как правило, остается жить с родителями. А еще здесь соблюдается традиция, что именно родители находят своим детям пару для замужества. Интересно, в более молодой и современной семье тоже так? А скажите, а вы сами познакомились или у вас родители? Нас познакомили родственники. А как они говорят? Вот вы будете познакомиться, вы будете жениться. Нет, они просто устроили встречу, причем ни я, ни Гульнара не очень на нее хотели идти. Но потом мы все же встретились, начали дружить и понеслась. Надо отметить, что в местных семьях буквально на одно поколение старше довольно традиционные устои. Муж главный, и он все решает. Однако он и зарабатывает, а жена следит за хозяйством. Но что на это скажет новое поколение? Существует такое понятие, что мужчина главный, но с нюансами. То есть мы все равно советуемся и распределяем обязанности. А мне еще сказали, что мужчины здесь достаточно скромно выглядят. То есть они не цепляют на себя никакое золото, а их состояние ценят по жене. Что жена должна быть в себя в золоте, да, блестить. Это правда? Да, чаще всего так оно и есть. Все-таки это правда. Конечно, жена – это самое главное. Все, что делает мужчина – это все для нее. Боже, какое-то счастье, когда мужчина говорит, что жена главная. Надо жить в Узбекистане. Мне кажется, у меня близится развод. А еще мне ребята рассказали, что на женщину здесь сложится довольно немаленькая материнская нагрузка. Ведь в Узбекистане принято заводить в семье довольно много детей. Конечно, мы сразу обсуждали этот вопрос и решили, что планируем пятерых детей. И я уже знаю, чем этих детей занять, когда они пойдут в школу. В некоторых странах мальчиков, своих детей, родители отдают на разнообразные кружки. На рисование, на пение, я не знаю, на танцы, на скрипку. А тут отдают на кураж. Спрашиваете, что это такое? Не знаю. Кураж – это и есть разновидность борьбы. Это наш национальный вид спорта. А само слово «кураж» переводится как «достижение цели честным путем». Только не перепутайте. Ведь вы наверняка подумали о знакомом вам слове «кураж». А название борьбы – это совсем другое слово. «Кураж». Основные отличия от других видов борьбы в том, что бороться у нас можно только стоя. А также «кураж» запрещает любые болевые и удушающие приемы. Как мне сказали, на «кураж» отдают практически всех мальчиков с самого детства. А вот девочки, как правило, занимаются шитьем. А там, где много шьют, и одежды должно быть много. И мода своя, и стиль. Вот тут уж моя очередь войти в «кураж». С буквой «Ж». Послушайте, боже мой, какая красота. Это вот, если вот я могу где-то остаться, так это в магазине с вещами. Для того, чтобы узнать, что такое мода по-узбекски, я пришла к местным знаменитым дизайнерам. Я пришла в шоу-рум в дельнозе у Мерзаковой. Она известный местный дизайнер. Один из самых популярных заказов для нас – это пошив свадебного наряда. О, посмотри, посмотри, подолу, какая тяжесть. Ой, ну это же вообще. Представляешь, что будет с моими подружками. Хи-хи-хи. Но, дорогие мужчины, не спешите убегать от экранов. Вам тоже будет полезно посмотреть. Ведь кто-то же за эти платья заплатит. Дорогое вот такое удовольствие заказать себе? Конкретно это дорогое, так как оно из шелка и все здесь шито руками. Каждая строчка – это ручная работа. Но если ткань хлопковая, то будет дешевле. Цены стартуют примерно от 6 миллионов сумм. На свадьбы здесь принято не только покупать самые дорогие одежды, но и приглашать знаменитых артистов и даже устраивать спортивные турниры. Профессиональные борцы, которые занимаются курошом, действительно часто выступают на свадьбах. Это часть нашего заработка. Но вернемся от местных свадеб обратно к местной моде. Точнее, не моде. Хорошо, а скажи мне, что не модно у вас? Открытая одежда – это не принято. Это бульгарно, да? Да, это такая дань уважения старшему поколению. Потому что им точно неприятно, когда кто-то в открытой одежде. А чтобы вы уже наверняка убедились в любви местных жителей к традиционным нарядам, посмотрите, что первым делом мне подарили в семье, которой я была в гостях. Привет! Привет! Привет, добро пожаловать. Привет. Начнем с того, что у нас для тебя подарок. Я не знаю, я тут останусь, наверное, жить в Узбекиста. Мы будем рады. Боже, какая красота. Кругом одни подарки. Так, подожди, рука. Так, сюда. Вот, попала. Ну нет, ну ты посмотри на меня. Очень красиво, очень красиво. Помню-помню, я обещала рассказать и мужчинам что-то интересное про моду. Ну, так и не рассказала. Не обижайтесь. Вы же понимаете, ради того, чтобы попасть на шопинг, женщина готова сказать мужчине что угодно. Ну, настало время утешительного приза. Сейчас я поговорю с мужчиной о мужчинах. Итак, как вы понимаете, я уже выяснила, что если в семье спросить, кто главный, то ответ будет он. Я. Мужчина зарабатывает, а женщина домохозяйка. Мужчина глава семьи, а женщина старается ему не перечить. Таков традиционный уклад. По такому принципу живет большинство семей в Узбекистане. И как это обычно бывает в таких случаях, и разводов в стране довольно мало. А если развод все-таки случился, то для большинства это настоящая катастрофа. Об этом я решила поговорить с Русланом. Он молодой, разведенный мужчина. Ты давно в разводе? Полтора года. Как происходит развод? Это сложная вообще процедура? Если детей нет, то не сложная. Но сразу все равно не разведут. Сначала дают какое-то время, чтобы еще немного пожили вместе и подумали. А какая жизнь после развода здесь, в Узбекистане, у мужчины и у женщины? Как легко можно найти себе новую пару? Опять же, если говорить про традиционный уклад, то девушке гораздо сложнее после развода найти себе кого-то нового. Для мужчины же, как правило, это не проблема. В нашей традиционной системе ценностей считается, что женщина – это хранительница очага. То есть, если семья распалась, то виновата прежде всего жена. А если она одну семью не уберегла, то и вторую не факт, что сможет. Поэтому и сложно найти нового мужа. Лично я таких взглядов не разделяю и считаю, что в моем разводе виноваты мы оба. Ну, как вы понимаете, большинство – это не все. А значит, существует жизнь после развода и у женщин. И жизнь счастливая. Это мой второй брак. До этого я была в разводе. И если честно, то сейчас понимаю, что тот развод был самым правильным решением в моей жизни. Сейчас у меня есть любимый человек, с которым мы планируем пятерых детей. Так, хорошо. Тогда мне интересно, какая должна быть твоя будущая девушка, жена? Вот какие качества в ней должны быть? Прежде всего, она должна быть личностью. То есть, если ее цель в жизни – это сидеть дома и растить детей, то это не совсем для меня. Как говорит Прус, красивых женщин оставим для мужчин без воображения. Так что, девочки, если чувствуете себя личностью, а не куклой, Руслан уже вас заждался. По моему мнению, одной только внешности недостаточно, чтобы влюбиться. Девушка должна быть интересной как человек, постоянно меняться и развиваться вместе со мной. Она должна быть образованной, мыслящей и иметь хорошее чувство юмора, в конце концов. Ну, что-что, хороший юмор, конечно, любят все. Независимо от ценности, религии или законов, на всем земном шаре людей объединяет одно. Они любят смеяться. Да что там, даже те, кто считают землю плоской, тоже любят юмор. Может, и плоский, но юмор. А вот какой он юмор в Узбекистане, вам сейчас расскажут местный анекдот. Встречаются два преподавателя, и один другому жалуются. Слушай, ну и студенты пошли, ничего не понимают. Один раз им объяснил, не понимают. Второй раз объяснил, не понимают. Третий раз объяснил, уже и сам все понял, а они все равно не понимают. Не знаю, как вам, а мне смешно. Но давайте закрепим успех еще одной шуткой. Вот моя одноклассница умеет любить. У нее такая любовь, такая любовь. Уже третий раз замуж выходит, а любовник все тот же. Так, ну немного посмеялись, теперь давайте перейдем к серьезным вещам. Меня очень радует, что в Узбекистане люди, выходя на пенсию, не переживают про то, что они будут жить одни. И как это будет происходить? С ними обязательно будет жить какой-нибудь из их детей. И о них заботятся. Вот так. То есть, если с тобой в старости живут твои дети, то местные уже могут сказать, что жизнь прожита правильно. А если с тобой живут дети, и ты еще и старейшина, то все, ты местная звезда. В каждой Махала, это такой небольшой район, есть свои старейшины. Это пожилые люди, которые имеют авторитет среди жителей и пользуются общим уважением. К ним приходят за помощью, за советом, чтобы разрешить какой-то спор и так далее. Так как старейшина, как правило, всю жизнь живет своей Махала, то он очень хорошо знает всех жителей, и их семьи, и их ситуации. Поэтому где-то он выполняет роль судьи, где-то наставника, а где-то и психолога. А что для этого надо, чтобы стать старейшином? Конечно, для начала надо заслужить авторитет. Потом на совете старейшин тебя должны принять. Но в первую очередь, конечно, надо самому почувствовать, что ты готов быть старейшиной. Я вот себя тоже чувствую прямо старейшиной. Вот прямо чувствую, понимаешь, когда вот кто-то говорит глупость, а я вот чувствую себя вот старейшиной. Я не получаю никакой зарплаты, и пенсии у меня около 300 долларов, но мне хватает. На пенсию у нас выходят женщины в 54, а мужчины в 60 лет. Выплаты есть, но они разные. Я, например, всю жизнь работал преподавателем, и у меня пенсия почти 3 миллиона суммах, а у моей жены немного больше одного миллиона. Но она практически не работала. В целом, на жизнь этого вполне хватает. Но если обычные пенсионеры здесь либо отдыхают, либо смотрят за внуками, то старейшинам покой только снится. Хотя если бы я ходила и рассказывала людям, как жить, и меня бы все безоговорочно слушались, то зачем мне ваш покой? Ну, я знаю, что вывод, ваше слово, даже имеет какую-то юридическую силу. Это правда? Да, так и есть. Поэтому молодежь слушается наших советов и следует наставлениям. А вот что чаще всего, вот какой совет у вас люди спрашивают, о чем они говорят? Разные ситуации бывают. Кто приходит спросить, как ему решить проблемы на работе? Кто спрашивает про семейные невзгоды? Это ведь жизнь, и она у всех разная. А старейшина должен уметь сказать человеку о том, что в жизни бывают подъемы и падения. О том, что бы ни случилось, всегда есть выход или решение. Если вы еще очень молодые и не женились, или не вышли замуж, и вся жизнь только впереди, вот вам простой совет от мудрого человека. В моей молодости практически ничего не было из того, что теперь доступно молодежи. Я бы сказал молодым людям, не тратьте время впустую. Развивайтесь, занимайтесь спортом, уважайте друг друга и наслаждайтесь жизнью. Ведь у вас, наконец-то, все для этого есть. В Ташкенте, когда близкие люди уходят в мир иной, расходы на себя берет государство. По законам Узбекистана, любое место на кладбище бесплатное. И продаваться не может вообще. Поэтому, как правило, у каждой семьи здесь есть свой участок, где они хоронят всех своих родственников. Человека приносят на кладбище вот в таком, это называется тобут. Его вот приносят в белой ткани. Потом человека достают и кладут в могилу. А тобут продолжают использовать для других усопших. Он многоразовый. И на одном кладбище может использоваться несколько лет. Это тоже местная традиция. И она, пожалуй, лучше всего демонстрирует культуру Узбекистана и уважение местных друг к другу. Ведь эта традиция символизирует, что все люди равны. Она говорит, что не важно, сколько у тебя было денег, не важно, кем ты был и какой успех имел ранее. Ведь все это материальное. А вот духовно все люди равны. Субтитры сделал DimaTorzok Когда я только собиралась в Узбекистан, мне казалось, что жизнь здесь меня навряд ли может удивить. Но оказалось, совсем наоборот. Люди здесь на редкость усердны. Поэтому здесь очень чистые улицы. Также узбеки очень спокойные. Поэтому Узбекистан одна из самых безопасных стран в мире. И, наконец, они невероятно приветливые. Поэтому сюда хочется вернуться. А все это здесь есть, потому что местные ничто не ценят так, как... Наши традиции. Традиции для меня это собраться большой семьей за столом и есть плов. Каждое воскресенье обязательно встречаться со своими близкими. Уважать старших, любить свою семью, делать добро соседям и встречать гостей с искренней улыбкой. Одним словом, Узбекистан, насколько знакомая страна, настолько она и неизведанная. И сколько бы мы не хотели ее узнать, она всегда для нас останется в жизни других.